Ещё вопрос. Я вот не услышала в твоём перечне такого типа любви, ну, вернее, зависимости, как контрзависимость. На мой взгляд, это тоже очень разрушительно для отношений, и хотелось бы узнать твоё мнение. Да, иногда люди перегибают с темой созависимости, изучают, исследуют, и потом как бы у них такая возникает вот эта вот контрзависимость, когда любое тёплое расположение, привязанность, желание просто обнять человека или просто как-то просто, ну, как-то поделиться, вызывает ну, напряжение, страх, и типа так, мне это не надо. Вот такое послание, что я прям не надо. Всевдонезависимость. Всевдонезависимость. Да, мне и так хорошо. Ещё, знаете, если наслушаются моих роликов, я уже целостная личность. Мне любовь не нужна. Вот. Ну, то есть, покажи мне, кому не нужна любовь, кто может жить высокими духовными идеалами без любви. Я просто набью ему физиономию. Вот. Потом скажу, ну, как тебе, может, прекратить, а? Ну, как сказать, ведь любовь – это естественный анальгетик, любовь – это, ну, как бы, вино жизни. Любовь – это сердце, как мы вчера в фильме видели. Вот. И это согласие на бессердечие. Сердце может быть ранено, и сердцу нужно время для того, чтобы восстановиться. Но я восстановлю сердце не ради того, чтобы просто вот там восстановилась и всё. А вновь в любви открыться. Поэтому по контрзависимости и даже прекрасной литература набирайте прям строку контрзависимости, если вы узнаёте себя. И многие бегства в духовность, мать твою, происходят именно от контрзависимости, потому что уйду к Богу, буду духовной личностью. Вот. А там, на самом деле, не духовность, а просто страх своей человечности. и типа ты спряталась туда. Вот. Поэтому тут ещё вот какая вещь очень важная есть. Поверьте, человек, который дышит любовью, он прекрасен в любых своих физиономистических проявлениях. Размер носа, размер попы, или у тебя нос с картошечкой, или у тебя, например, ушки оттопыренные, или редкие волосики, например, там. Вот. Или зайчьи губатами и так далее. Полюбил всё там. Хоть зайца, хоть кого, хоть белочку и так далее в человеческом облике. Всё. Это неважно. И человеческие, так называемые, там, недостатки, родинки, то, что ты пытаешься зашпаклевать, оно для другого человека благо. Вот. Поэтому, так или иначе, мы приходим к необходимости того, что, ну, вот, очень часто, когда мальчики ругают девочек за все эти инстаграм-фоточки, говорят, блин, я понял, это всё был фотошоп. Вот. Дело не в этом, а в том, что покажи себя и в психологическом, и в физическом смысле, вот какая ты, когда ты домашняя, когда у тебя, ну, просто ты такая, как есть. Если человек увидел твою душу, хоть ты, вот, Анжалина, хоть ты, Моника Белуччи, вообще, хоть ты, например, какая-нибудь Инна Чурикова, человек, ну, нравится, потому что он досмотрелся до тебя. Западание на красивую внешность, чем занимаются часто девочки, хороший момент, ну, для какого-то прикорма, как рыбку прикармливают, там, когда ловят, приручение, но, но очень важный момент, чтобы какое-то время до определённости шокировать человека и эмоционально, и внешне такой, какая ты есть. Вот. И, и смотришь так внимательно, да, окей, хорошо, он смотришь так, и ты видишь, как девушка, ты видишь, он терпит тебя, или он как будто даже не заметил, что что-то иначе. Если как будто даже не заметил, он разговаривает с твоей душой. Если вдруг он так, ну, блин, а я-то думал, ты красивая, понимаешь, вот, и так на лице написан, конечно, так не скажет, то он, он просто притянулся внешним таким, матом. Продолжение следует...